В Москве в Московском Международном Доме Музыки уже скоро в пятый раз хоровые коллективы из самых известных храмов и монастырей мира соберутся на традиционный рождественский фестиваль духовной музыки. Об этом сообщил один из художественных руководителей форума, дирижер Владимир Спиваков, на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве ТАСС. Фестиваль пройдет с 9 по 23 января 2015 года. В дни рождественских каникул в Москве выступит хор «Мальчик в Либера», из Великобритании чешский хор «Бонни Пуэра», хор из Казахстана и Валамского монастыря, московский синодальный хор и хор московского Сресенского монастыря. 9 января будет звучать и старинная музыка, и современная музыка. Тем самым мы хотим провести такой мост через века, повествующий о Рождестве и о вере. И прозвучит произведение неизвестного русского автора 17 века, это многоголосие праздничного чина, которое было недавно открыто в архивах Государственного исторического музея. Среди сочинений, которые прозвучат на фестивале, музыка митрополита Волоколамского и Луриона, кантата Сергея Танеева, Иоанн Дамаскин и другие великие мировые музыкальные произведения. На закрытии форума выступит национальный филармонический оркестр России и академический хор «Мастера хорового пения». Под управлением Владимира Спивакова будут исполнены реквием Алимдара Караманова и фрагментные литургии святителя Иоанна Златоуста Петра Чиковского. Духовная музыка – это музыка света. Написано в Евангелии, что тьма никогда не поглотит свет. Вот, собственно говоря, сейчас, мне кажется, особенно важно это все, потому что много темного, много темных сил, много таких вещей, которые не только мне не нравятся, очень многим не нравятся, потому что деньги стали эквивалентом вообще жизни, можно сказать. Но я думаю, что это пройдет, и на весах добро, и чистота, и свет, они победят. Фестиваль, приуроченный к празднованию Рождества Христова, впервые прошел в Москве пять лет назад. Художественный руководитель, президент Дома музыки, член Патриаршевого совета по культуре Владимир Спиваков и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волокаламский Иларион задумали его как духовно-просветительский форум, который поможет всем интересующимся искусствам узнать больше о христианских музыкальных традициях и разделить радость праздника Рождества. Редактор субтитров А.Семкин